Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о самом удобном микшере, которым я вообще когда-либо пользовался на текущий момент. Этот микшер по своим возможностям просто на голову превосходит Atom Mini Pro. Очень популярный видеомикшер. И при этом он не только гораздо функциональнее, он и сделан гораздо лучше. Называется он CineTrack CineLife C1. И вот просто посмотрите на то, как он выглядит. Вы видите, здесь есть свой собственный экран. То есть вам не нужно ничего подключать. Он выполнен из металла. Он может управлять ПТЗ камерами. Для этого у него есть вот такой вот джойстик. И вот если вы используете на текущий момент в работе какие-то видеопульты, то есть понимаете, как они работают. Я хочу, чтобы вы посмотрели буквально первые две минуты, и вы все поймете. Но если вы только готовы ко входу в этот чудный мир трансляций, то обязательно посмотрите это видео, чтобы понять, какими возможностями обладают современные видеомикшеры. Как их можно использовать без компьютера. То есть они могут стримить в интернет самостоятельно. Какой функционал при этом будет. И вот прямо сейчас видите картинку с этого пульта, который идет в трансляцию. И записываю я ее на SSD диск. И сейчас я сделаю своего рода мини обзор без использования монтажа в монтажной программе на компьютере. То есть все, что я вам рассказываю, и то, что я хочу вам показать, я вам смонтирую прямо на вот этом вот пульте. А во второй части этого видео мы детально по всем пунктам его сравним с Atom Mini Pro. И вы поймете, что за свои деньги вот этот CineLife C1 это просто топчик. Так что досматривайте до конца и посмотреть сколько он стоит вы можете, как обычно, по ссылке в описании. Итак, начнем с базовой информации. Микшер имеет 4 HDMI входа. И вы видите, что все они у нас сейчас задействованы. У нас используется одна камера. Вот это, на которой я сейчас говорю. У нас используется вторая камера, которая снимает непосредственно этот микшер. И также со своего компьютера я вывел два потока через два HDMI. То есть я использую на компьютере режим расширенного монитора. То есть у меня в один HDMI засылается вот это видео, которое воспроизводится с NAS сервера. Ну а на четвертый HDMI вход у нас подается видеоролик, который я запустил на YouTube. Таким образом у нас по максимуму задействованы все возможности микшера. А для вывода сигнала у нас здесь предусмотрено два PGM HDMI выхода. И к одному из этих выходов подключен вот этот вот мой большой монитор. И также у меня подключен сейчас LAN кабель, который подключен к роутеру. То есть я могу управлять этим пультом не только с помощью его меню, которое здесь очень классно, удобное и функциональное, но и с помощью веб-интерфейса. При этом мне не нужно устанавливать никакую дополнительную программу для этого. Но если вы никогда не работали с пультами, давайте вкратце я покажу, собственно, что здесь происходит. Вы видите, что экран наш разделен на четыре части. Вот этот вот правый верхний поток называется PGM. Это непосредственно то, что ваш микшер отдает. То есть вот после того, как вы произвели все нужные вам манипуляции, вот PGM это то, что уходит в трансляцию. И причем это может быть не обязательно онлайн-трансляция. Например, у вас какое-то мероприятие и вы на проектор вводите картинку с разных камер, которые работают у вас в зале. Далее, вот это вот окно называется PVW. Это окно предварительного просмотра. В этом окне вы выбираете, что следующее у вас пойдет в трансляцию. То есть какой фит, какой канал у вас будет транслироваться дальше. А соответственно в левом нижнем блоке вы видите все вот эти вот наши четыре потока. Вам очень легко ориентироваться. Например, хотите вы третий поток, пустите или четвертый. Вы ставите его, нажимаете кнопку авто. Вы видите, здесь используется эффект дизолв. Конечно, вы можете отключить все эффекты. У вас будет, так сказать, склейка в стык. И в отличие от некоторых других видеомикшеров, мне нравится, что здесь есть отдельные четыре кнопки, которые отвечают собственно за вашу трансляцию. А также есть отдельные кнопки четыре предпросмотра. При этом они различаются по цветам. Ну и также еще одна отличная функция видеопультов заключается в том, что вы можете выводить несколько изображений в PGM Fit. То есть использовать опцию картинка в картинке. Вот например, как сейчас. При этом, на этом видеомикшере все это реализовано настолько удобно. Вот по сравнению с другими аппаратами, там вот прям нужно разбираться, как это работает. Здесь вы разберетесь, даже если вы никогда не имели дело с видеомикшерами вообще, но разберетесь там за 10-15 минут максимум. То есть все очень-очень интуитивно. И давайте я покажу, как сейчас это работает. Например, я хочу вывести... Вот вам сюда вот нужно смотреть. То есть я могу вывести картинку в картинке с абсолютно любой камерой. И также я могу, например, выбрать третью камеру или четвертую камеру, нажать кнопку А и выбрать, какой фит будет находиться в ней. То есть, как вы видите, все очень просто и очень понятно. Теперь я хочу, чтобы вы посмотрели вот на этот экран, где у нас отображается вся необходимая информация. Во-первых, смотрите, у нас показывается текущее время, дата, время трансляции. Но сейчас, естественно, не стримлю в интернет. Вот здесь вот вы видите, у нас идет время записи, счетчик записи и мигает кнопка REC. Если мы говорим о меню, то оно организовано просто великолепно. Ну, для того, чтобы вам лучше было видно, наверное, я сделаю дополнительные подсъемы. Вы можете с помощью этого меню управлять абсолютно всеми функциями. То есть вам не обязательно использовать веб-интерфейс или какую-то дополнительную программу. И в случае с другими пультами, хочешь не хочешь, а дополнительный софт нужно использовать. Потому что встроенное меню самого пульта не позволяет вам задавать различные, так сказать, тонкие настройки. Здесь вы можете делать все очень просто, в том числе и кейнг. И, например, вот вы видите, он у меня в правом углу экрана, верхнем, мой логотип. И включается и выключается он просто по нажатию кнопки. Вот я покажу, как им управлять. То есть это просто. Вот, например, вы заходите, выбираете добавить лого, вставляете ваш диск или флешку, загружаете, выбираете, какое лого вы хотите. И обратите внимание, что позицию вы можете просто-напросто изменять вот этим вот джойстиком. То есть вам не нужно там сидеть и тыкать на кнопочки, чтобы его передвинуть. То есть все максимально интуитивно, максимально понятно. При этом ничего не тормозит, как на других видеомикшерах более дешевых. Я сталкивался с таким. То есть все работает действительно хорошо. И, например, если вы хотите, не прерывая трансляцию, не прерывая эфир, отключить изображение с ваших камер, вам нужно нажать кнопки А и Б. У вас, соответственно, отключатся два вот этих стрима. Два стрима, что имеется в виду? У вас есть основной стрим и второй поток картинка в картинке. То есть если у вас, к примеру, задействован... Давайте я вам, чтобы более наглядно было видно. Так вот продемонстрирую. Смотрите, то есть сейчас у нас горят А и Б. Два вот этих вот канал. И, соответственно, вот здесь вот у нас есть картинка в картинке. Если мы нажмем А, то мы уберем картинку в картинку. То есть у нас остается только стрим Б, который отвечает за основное изображение. Но если мы хотим полностью отключить какое-либо изображение, мы просто нажимаем на кнопку Б еще раз. Видите, у нас потухают все наши каналы. И вместо картинки с камер у нас появляется заставка, которую мы заранее загрузили. Все, мы уводим нашу заставку и, как бы, до свидания. То есть все, стрим приостанавливается. А если нам нужно опять включить изображение с камеры, мы нажимаем потоки. Например, можем выбрать картинку в картинку. И, соответственно, выбрать, с какой камеры у нас будет идти изображение. Так и, кстати, видео, которое игралось, у меня закончилось. Поэтому давайте я, чтобы вам было веселее, поставлю какой-то более длинный видосик. И также, если вы нажмете кнопку SEND, вы можете увидеть, какие доступны вам варианты размещения двух вот этих вот потоков. Например, вот этот вот вариант мне нравится, когда у нас два изображения находятся рядом. И вуаля, вот так вот это все убранство выглядит. А если мы хотим, например, какую-то там картиночку поменять, ну окей, делаем вот так вот. То есть все максимально просто, понятно и удобно. То есть, как вы поняли, вот штука максимально классная и удобная по сравнению с пультами Atom Mini Pro, которым нужно подключать дополнительный монитор, который нужно настраивать с помощью компьютера. Здесь вы можете все сделать, все, что вам нужно там для простой трансляции, при этом качественной трансляции. Вы можете все это сделать вот просто по щелчку пальцев. И опять же напоминаю, что сейчас вы видите видео, которое записывается на вот этот вот SSD диск. И, соответственно, вы можете оценить его качество. Запись здесь производится, ну собственно, как и трансляция, собственно, как и прием сигнала в Full HD 60 кадров в секунду. Но видео это в 4К 60 кадров в секунду, поскольку вторая часть этого видео будет уже показана с камер. Потому что я буду конкретно вам рассказывать более подробно об этом устройство и также, чем именно он отличается от Atom Mini Pro, какие плюсы есть у каждого, какие наборы функций есть у каждого. И изначально я, конечно, это видео хотел сделать покороче. Я думал просто сделать подсъемы разные, но потом понял, что для передачи ощущения, особенно если вы пользуетесь такими устройствами и знаете, как это все работает, я понял, что нужно вот там 10 минут или сколько там, 8 минут посвятить вот демонстрации того, как это работает в реальной жизни. Вот прямо на ваших глазах, по сути, я делаю обзор этого микшера, обзор этого видеопульта с помощью самого этого видеопульта. И если бы у меня, например, здесь было место, пространство поставить 4 камеры, которые бы снимали этот пульт со всех сторон, то есть, чтобы я мог показывать вам всю необходимую коммутацию, я бы в принципе целиком весь этот обзор мог бы снять, скажем так, не снять, а смонтировать вот на этом пульте и просто выложить вам запись на вот этот вот ssd диск, который у меня получился. Ребят, небольшое напоминание, если вы живете в Европе, в странах Евросоюза, то можете покупать видеооборудование у меня лично, где посмотреть все, что есть в продаже в моей телеграм-группе, ссылочка будет в описании, так что заходите, смотрите, присоединяйте всех, буду рад видеть, и там будет все больше и больше оборудования появляться, так что не пропустите свой гаджет мечты. Ну и все-таки не могу себе отказать в удовольствии еще раз пробежаться по кнопкам, смотрите, кнопка блокировки, то есть заблокировали, никто не полезет, кнопка моментального отключения звука. Если мы нажимаем аудио, мы видим, что с помощью регулировки мы можем по каждому каналу настроить наш звук. Нажимаем эффекты, мы можем выбрать, какие переходы у нас будут. Сцены я вам уже показал, каналы А и Б показал. Также здесь есть хромакей, лумакей, но у меня нет, к сожалению, здесь зеленого полотнища, чтобы вам показать, как это все убранство работает. Теперь смотрите более подробный технический разбор. Итак, давайте сразу посмотрим на все его разъемы, на всю его коммутацию, чтобы нам стала понятна вся его функциональность. Конечно, что-то из того, что я сказал, будет повторяться. Итак, на задней панели у нас присутствует 4 HDMI входа, 2 HDMI выхода PGM, 1 UVC выход в виде Type-C, разъем LAN сетевой и разъем питания. С торца расположены 2 аудио входа миниджека, они могут быть как микрофонными входами, так и линейными входами, они оба стерео. Также здесь есть выход на наушники, опять же Type-C разъем, но на этот раз для индикатора Tali, и USB разъем для записи видеосигнала на флешку или SSD диск. Ну вот у меня сейчас подключено SSD Samsung T5. С другого торца у нас есть кнопка включения, чего, например, нет на той же линейке Blackmagic Atom и что меня в них просто постоянно раздражало. А также мы можем закрепить устройство либо с помощью четвердюймовой резьбы, это фоторезьба, либо же с помощью кронштейна VESA 75. Ну и поскольку все равно любой видеомикшер будут сравнивать с Atom Mini Pro, потому что это очень популярная модель, то давайте сразу начнем с того, чем они отличаются. Во-первых, количество HDMI входов. У обоих 4 штуки, подавать можно сигнал Full HD до 60 кадров в секунду, поэтому здесь абсолютный паритет. Количество HDMI выходов. У Atom Mini Pro один только выход, а у Cine Live C1 два выхода. Опять же, в обоих случаях, на обоих пультах максимальное разрешение это Full HD и частота до 60 кадров в секунду включительно. Также, для работы с пультом Blackmagic нужно покупать дополнительный монитор, чтобы, собственно, видеть, что у вас происходит. В Cine Track экран уже интегрирован. Это экран 5,5 дюймов. У него яркость в районе 400 нит. То есть, ну понятно, для студии нормально. И при этом он с завода приклеена защитная пленка. Я ее даже не снимал. Следующий разъем это UVC выход для передачи видео на ваш компьютер. Разумеется, он есть на обоих пультах. И через этот USB разъем ваш видеопоток передается в специальном формате. И ваш компьютер определяет это видео как обычную веб-камеру. То есть, не надо никакие драйвера устанавливать. И дальше этот поток вы, например, используете в той же ABS для вашей трансляции. Но вот далее идет один очень важный пункт. Запись видео. И оба микшера могут записывать видео на внешний SSD диск. Но вот на Atom Mini Pro USB разъем всего один. А это значит, что вы можете либо записывать ваш видеосигнал на диск, либо передавать сигнал в компьютер для прямой трансляции. И это означает, что одновременно записывать ваш видеопоток и стримить с компьютера вы не можете. Вы можете записывать поток и стримить только в том случае, когда стриминг непосредственно трансляцию осуществляет ваш пульт напрямую в интернет. Ну а поскольку для всех современных более-менее серьезных трансляций используют софт типа ABS, то на пульте Atom Mini Pro записи на диск по факту у вас не будет. И два USB разъема присутствуют только на пультах Blackmagic линейки Extreme. Но несмотря на то, что они тоже называются Mini, если не ошибаюсь, но они сами по себе гораздо выше классом и стоят существенно дороже. Тогда как на CineLife C1 у нас один USB всегда будет работать на запись видео, а второй USB будет отдавать видеопоток на ваш компьютер. И это существенное преимущество. Что касается записи видео, то осуществляется она, понятное дело, в тот же самый Full HD 60 кадров в секунду. При этом скорость потока вы можете регулировать. Вот, например, максимальная у меня сейчас стоит, это 30 Мбит в секунду. В любом случае, конечно же, хотелось бы, чтобы видеопульты были уже 4К, но думаю, что такой же пульт с аналогичным функционалом, но в 4К, ну, будет стоить не 500 долларов, а 1002 долларов. Идем далее. Микрофонных слэш линейных стереовыходов у нас две штуки на обоих ультах, но при этом на CineTrack есть еще выход на наушники для мониторинга звука. И опять же, это крайне важно, если звук у вас поступает с разных источников, и вам нужно его не только микшировать, да, сводить его, но и просто банально понимать, какой звук сейчас у нас идет в трансляцию, не накосячили ли вы с настройкой. Поэтому мониторинг звука это очень важно. И в панели управления CineTrack CineLife C1, название, конечно, сложноватое, вы можете удобно выполнять микширование звука и выставлять необходимую задержку. И точно то же самое, как я уже вам показывал, вы можете спокойно делать через меню. Все очень интуитивно, наглядно, никаких вопросов. То есть, опять же, здесь вот этот веб-интерфейс для управления этим устройством, он идет как бы, ну, как опция. То есть, вы спокойно можете все делать без него. Про отсутствующий тумблер включения нато мини, я уже сказал, это дико просто неудобная штука. Вот по факту, если вы не стримите 24 на 7, то есть круглосуточно, то пульт либо у вас стоит большую часть времени включенным, и при этом никак не используется. Он просто воткнут в розетку, он включен, ну, типа и стоит просто. Либо же каждый раз перед трансляцией вам нужно подключать к нему кабель питания, а после трансляции этот кабель отключать, ну, либо из розетки дергать его питание. Ну, это реально странно. И какая задумка здесь была у инженеров Backmagic, мне совершенно непонятно. И, кроме того, у пульта в Atom Mini нет вообще никакой возможности крепежа. И вот тут прямо все как с их камерами линейки Pocket. То есть, если хочешь удобно пользоваться, будь любезен, покупай клетку. Конечно, различные крепежи и стойки для Atom Mini Pro вам придется покупать отдельно. И ровно так же, как и внешний дополнительный монитор, на котором вы будете смотреть, что происходит с вашей трансляцией. Так что Atom Mini Pro требует дополнительных еще вложений. Следующий важный пункт. Оба пульта имеют возможность стримить без подключения к компьютеру вообще. Что выгодно их отличает от тех же бюджетных пультов, например, Filward. У меня есть обзоры на канале. Если вы осуществляете простые трансляции, например, из церкви, где вам не нужна дополнительная сложная графика, не нужны уведомления о донатах или, опять же, вы не делаете какой-то совместный стрим, то возможность стримить прямо с устройства в интернет, минуя компьютер, это действительно плюс. Потому что, если вы проводите стримы на постоянке, особенно для какой-то организации, той же церкви, например. То есть, у вас уже все настроено, вот все настроено. Вы пришли, подключили его к роутеру, а с вашего ноутбука просто смотрите уже с сайтов, там, с YouTube, с Facebook, откуда у вас там стримится, вы уже просто смотрите, что у вас там с трансляцией. То есть, это большой плюс. И на этом пульте через LAN кабель, помимо непосредственной возможности трансляции, вы будете, ну, как я уже сказал, управлять видеопультом, но также управлять ПТЗ камерами по протоколу WISCO. И для управления здесь, опять же, есть удобный джойстик. И я видел пульты, где тоже есть управление ПТЗ камерами, но вот такого джойстика нет. То есть, все на кнопках либо вообще на сенсорном экране. И вот это максимально неудобно. А здесь отлично. Я не скажу при этом, что здесь вот этот джойстик какой-то мега тут качественный и крутой, но в любом случае это в разы удобнее, просто на порядок удобнее, чем управлять кнопочками. Но на пульте Blackmagic такого функционала нет, поэтому если у вас трансляции ПТЗ-шки используются, то выбор очевиден. Atom Mini Pro вам не подойдет. Теперь про Cain. Несколько слов. Опять же, он есть на обоих пультах, причем вот CineTrack утверждает, что на ее пульте используется более высококачественная технология, чем на устройствах других производителей. Они называют это Movie Class или как-то так. Ну то есть, вот такое качество, как в кино, в фильмах используется. И разумеется, Cain может быть независимо настроен в каждом канале. То есть, у вас можно создать такую виртуальную студию, даже если вы используете для съемки 4 камеры. А вот прямо сейчас на своих экранах вы видите характеристики, можете поставить на паузу и посмотреть то, что вас конкретно интересует. Если подвести промежуточный итог, то вот по своей аппаратной составляющей Cine Life C1, ну он существенно превосходит Atom Mini Pro. Но есть, конечно же, моменты, где пульт от Blackmagic будет предпочтительнее, в первую очередь за счет глубокой интеграции с другими продуктами Blackmagic. И в чем конкретно это заключается? Если вы используете для трансляции камеры Blackmagic, то пульты Atom Mini, они могут не только синхронизировать тайм-код между всеми камерами, а вы можете также этими камерами управлять всеми их настройками через HDMI. Это очень полезно. И по своей стоимости Cine Track он сопоставим с Atom Mini Pro ISO, который может одновременно записывать 4 потока с подключенных камер. То есть, не один PGM Fit, а вот 4 независимых потока. А помимо этого, он может автоматически создавать Multicam проект в Da Vinci, полностью идентичный вашей трансляции. Но опять же, если вы стримите через компьютер, то эта опция не будет у вас работать, потому что USB разъем там тоже всего лишь один одинешенек. И этот разъем будет занят передачей видеопотока VBS. И также есть интересная фича у Blackmagic. Если вы стримите напрямую из пульта, то вы по USB можете подключить ваш смартфон. Если у вас пропадет интернет по LAN кабелю, то видеопульт переключится на мобильный интернет с вашего телефона. И как резервный вариант такое хорошее решение. Но вот в чем действительно сильна Blackmagic, это в пользовательских интерфейсах. И вместе с Atom Mini вы можете использовать ее великолепную программу Atom Software Control. И если вы научитесь с ней работать, то сможете делать презентацию на очень высоком уровне. Я имею ввиду на очень высоком техническом уровне. Но при этом вещать вы будете прямо с пульта. Но опять же, многими этот функционал будет не востребован, так как в OBS вы можете делать еще больше. Поэтому, по большому счету, многие у кого есть пульты Atom Mini Pro, они в эту пробу даже никогда не заходили. Они просто подключают к компу и в OBS все настраивают. И в CineTrack CineLife C1, еще раз повторю, очень длинное название, используется совершенно другой подход к управлению вашим пультом через LAN кабель. То есть здесь нет какой-то специальной программы. У вас есть веб-интерфейс. В веб-интерфейс вы можете зайти с любого компьютера, любого смартфона. То есть, по сути, как вот, например, вы управляете своим NAS сервером или там своим роутером. Вот точно то же самое. Поэтому, конечно, здесь нет такой там тяжелой графики, красивой анимации. Но при этом все функции точно так же есть. И они полностью дублируют те функции, которые есть в меню. И вот лично для меня, для моих задач, такой вариант, мне кажется, более предпочтительным. Потому что, если тебе не нужно делать сложную трансляцию, ты просто стримишь с пульта. Вот этого функционала хватает просто с головой. А если делаешь что-то посложнее, подключаешь QBS и полетели. И вы знаете, сколько раз я наблюдал за всевозможными прямыми трансляциями. Вот я ни разу не видел, чтобы кто-то сидел за этим пультом и, знаете, как на пианино вот эти все нажимал кнопочки, выводил там картиночки в картиночке. Опять же, есть человек, который просто сидит и переключает камеры, а второй человек сидит за ноутом и, если нужно, выводит там какие-то картиночки, какие-то видосики запускает, какую-то анимацию делает. Так, ну и напоследок, давайте расскажу о каких-то технических моментах. Пульт, вот несмотря на то, что он работает сколько? Уже часа два. Изображение четырех камер, картинка в картинке, он вообще не нагрелся. Вот вообще нет. Снизу давайте. Вот еле-еле тепленький. При этом здесь можно выбрать настройки вентилятора. И, как вы видите, у меня стоит фан авто, и при этом он даже не включился. То есть, вот вентилятор здесь даже не запустился. Если я включу принудительно вентилятор, ну так, чтобы оценить, давайте включим на максимум. Максимальная скорость. Ну, его слышно. Его слышно. В режиме авто он этот вентилятор даже не включил. Поэтому никаких проблем с перегревом у этой железяки нет. И что касается подключения дисков, диск вот у меня отформатирован в NTFS. К сожалению, файловую систему macOS, не говоря уж о том, чтобы APFS, он не поддерживает. Ну, в принципе, не проблема. То есть, либо на флешечке можете записывать, если у вас какие-то там микротрансляции. Либо просто подключаете внешний SSD. Ну, теперь давайте расскажу вам о минусах. И минус у него всего один. И найти я его мог только при монтаже. Смотрите, в чем проблема. Пульт CineTrack записывает видео, готовое видео трансляции на диск с плавающей частотой кадров. Но если у вас есть желание засинхронить PGM-видео с вашими камерами, то тогда вам определенно нужно брать Blackmagic Atom Mini Pro ISO. Который, как я уже сказал, синхронизирует ваши камеры по тайм-коду. И более того, создает мультикам проект DaVinci. Вот это единственный недостаток этого видеомикшера, который мне удалось обнаружить. Ну, а теперь давайте подводить уже окончательный итог. И C1 CineLife по факту получился очень крепким, при этом во всех смыслах, устройством. И вот лично я, единожды попользовавшись как-то несколько лет назад таким пультом вот с собственным экраном, уже точно не перейду на линейку Atom Mini. Потому что вот это удобство, когда у тебя есть вот эта коробочка, и тебе больше ничего не нужно. Тебе не нужно еще монитор какой-то тащить. Так что для меня вот этот вот пульт, это лучший на текущий момент, которым я пользовался вот в таком классе устройств, в таком классе вот маленьких устройств, с количеством подключаемых камер до четырех штук. И знаете еще что? Разумеется, в таких вопросах у пользователей таких устройств очень сильна сила привычки. Это я к чему говорю? Под разными обзорами видеомикшеров не удивляйтесь в комментариях фразам, что вот мы уже десять лет на этом стриме, и все отлично работает, и менять ничего не собираемся. Да, действительно так и есть. Если работает, почему нет? Если вы уже привыкли к нему, все окей. И перейти на что-то другое, их заставит только массовый переход трансляций на 4К. Но в общем-то это не особо предвидится в ближайшие годы. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, если попали на это видео случайно. Всем пока, до новых встреч.